Но это принятие возможно, если человек понимает, что такое судьба. Судьба — это всегда моё, не чужое. Вот в этом проблема. Мы думаем, что мне не повезло. Вот это главная причина всех разруб. И когда человек понимает, что это моё, в этот момент он принимает мужа сначала, первая стадия принятия, а вторая стадия — счастье. Потому что счастье наступает после того, как человек что-то принял. Приведу пример. Я проходил практику в одном монастыре ведическом, просто изучал, пожил там какое-то время. Там был такой случай. Там пищи не хватало масла, потому что, ну, денег нет, монахи. А пища должна быть маслянистой, согласно аюрведии, ведической медицине. Все это знают. И настоятели постоянно все, когда масла будет больше пищи, когда масла. И он такой, как бы, терпел, терпел это. И разок на лекции ему... Потом на лекции ему говорят, ну, когда же масло-то в пище будет? Он такой сел прямо и говорит, будет вам масло в пище скоро. Все такие, вау! Он говорит, будет вам масло горящими котлами. Горящими котлами это вад, значит, вадут. В масле все варится. И знаете, все успокоились. И всем стало лучше. Вот интересно, все отметили потом, что всем как-то легче стало. Иногда человеку становится легче, потому что он принимает. И вот когда ты мужа приняла, тебе и легче жить с ним стало, и все хорошо. Потому что принятие всегда стоит перед счастьем. Запомните. Если вы не смогли принять человека, вы никогда не будете с ним счастливы. Для того, чтобы быть счастливым, надо принять, что это моя судьба. И надо научиться в себе это находить. Вот я женщине сейчас пару слов сказала, она такая удивилась. Правда ведь я постоянно кричу на своих детей. Так же, как он на меня. Но она этого не замечала сама. Это уже другой вопрос. Вы слишком поздно приняли. Уже ситуация зашла далеко слишком. Часто люди принимают, когда он уже должен уходить, тогда я принимаю. Так тоже такой феномен есть.